Всем привет! Наконец-то Geeksputnik вернулся на орбиту благосферы, но вернулся не один, а с iPad. Ну и, конечно же, со мной, Оксаной Мирон. Итак, сегодняшний выпуск мы решили целиком и полностью посвятить Apple iPad, который еще полгода назад был загадочный Apple Tablet. Для непосвященных расскажу. 27 января Apple наконец-то презентовала свой новый продукт, подробности которого долго держались в секрете, естественно, вызывая жуткий ажиотаж и спекуляции. Предсказывали революционный мобильный мульти-тач-девайс, этакий микс нетбука и айфона. Итак, судный день настал, Стив Джаб появился на сцене в уже привычных голубых джинсах и черной водолазке и представил таки всем на удивление iPad. Революционный мобильный мульти-тач-девайс, этакий микс нетбука и айфона. Правда, в процессе представления стало понятно, что iPad не совсем нетбук и совсем не телефон. Что же такое iPad и для чего он нам нужен? По заявлению Apple, iPad – это лучшее устройство для интернета, электронной почты, фотографии и видео, без вариантов. Именно это утверждение и вызвало волну негодования даже у самых ярых поклонников Apple, включая Пашу. И до самого выхода в продажу все дружно посмеивались над прокладочным названием iPad и отсутствием флеш и камеры. Но вот настало 3 апреля, день, когда iPad поступил в продажу в магазины США. 6 часов утра, и где наш Паша? А Паша третий в очереди за iPad. Я не шучу. Как и предлагали многие, iPad выглядит как большой iPhone, весом менее кило, 680 грамм, и толщиной чуть более сантиметра, 13,4 миллиметра. Мультитач-экран диагональю 9,7 дюйма со светодиодной подсветкой дает четкое и яркое изображение. И должна признаться, изображение действительно феноменальное. Держать iPad в руках довольно непривычно. Наверное, потому что ничего похожего мы раньше не использовали. Книжки меньше, газеты мягче, ноутбуки больше. iPad довольно-ка легкий, но какой-то плоский что ли. Поэтому настоятельно рекомендую чехол-подставку для iPad, которая делает работу с iPad удобнее как в руках или на коленях, так и на столе. Правда, за подставочку придется выложить дополнительно 40 долларов. Причем это была самая дешевая модель. Естественно, iPad оснащен Bluetooth и Wi-Fi. А в конце апреля выходит более дорогая 3G-модель со встроенным A-GPS. Также iPad оснащен встроенным микрофоном, динамиком и акселерометром, позволяющим использовать iPad как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. iPad выпускается в трех вариантах с флеш-памятью в 16, 32 и 64 гигабайта. Наш, то есть Пашин iPad, 32 гига и зовут его iFish. Снизу расположен динамик и вход для подключения к сети или компьютеру. Но, естественно, это не универсальный USB, а уже знакомый по iPod или iPhone, Apple-овский стандарт. Процессор A4 частотой в 1 ГГц был специально разработан для iPad с целью сократить энергопотребление. Заряда аккумулятора по заявлению Apple хватает на 10 часов в режиме постоянной работы. Пока Паше хватило только на 8 часов постоянной работы с iPad. Apple не обманул, батарея у iPad явно превосходит Пашину. Для начала поделюсь тем, что порадовало. Новый календарь-органайзер выглядит как привычный бумажный книжка-органайзер. Можно просматривать день, неделю, месяц или лист, что-то среднее между днем и списком дел. Приглянулось также совершенно новое предложение iBook, которое превращает iPad не только в устройство для интернет, но и в электронную книгу, даже библиотеку. В интернет-магазине iBook можно не только купить свежие бестселлеры, но и бесплатно почитать классику. К новому учебному году Apple обещает добавить в библиотеку и учебники, что явно повысит число пользователей iPad. Таким образом, iPad превосходит по функциональности электронную черно-белую книгу Kindle от Amazon. При этом вы можете установить приложение Kindle и на iPad, и покупать книги на Amazon. Кроме этого, мне очень пригляделась идея форматирования интернет-страниц, газет и журналов специально для iPad. Естественно, для этого вам нужны приложения для определенного издания. Уже ходят слухи, что скоро будет доступна подписка на периодические издания специально для iPad. С таким гаджетом более не надо покупать печатные версии как ежедневных газет, так и глянцевых журналов. Очень экологично, сохраняя деревья и энергию, но явно расстраивает производителей бумаги, печатников и сами издания. Но, естественно, как и с iPhone, вы можете качать огромное число самых разнообразных приложений для iPad. Причем все приложения для вашего iPhone будут работать и на iPad. Только пока не все приложения отформатированы под размер iPad, ну а те, которые отформатированы, стали еще более удобными, благодаря большому размеру экрана. Несмотря на то, что в магазине приложений для iPad появляется все больше игр, хочу отметить, что iPad все-таки слишком громоздкий, чтобы стать главным конкурентом карманных игровых консолей. И тот факт, что число скачанных так называемых productivity apps, то есть прикладных приложений, намного превышает число скачанных игровых приложений, подтверждает более прикладное использование iPad. iWork, аналог Microsoft Office, это одно из таких прикладных приложений, специально разработанный Apple для iPad. Pages, аналог Word, Numbers, аналог Excel и Keynotes, аналог PowerPoint, каждый из которых стоит 10 долларов, выглядят вполне полезными для бизнесменов или студентов. Ну и, конечно, невозможно не отметить просмотр видео на iPad. Во-первых, специальный интерфейс YouTube для iPad. Во-вторых, возможность просмотра фильмов в HD, например, в парке. И, конечно, я и раньше могла все это делать на своем ноутбуке, но iPad в два с половиной раза легче и гораздо компактнее. Итак, iPad это устройство для беспроводной работы в сети интернет. Раз. Это современный электронный органайзер. Два. Это мидиабиблиотека и плеер. Три. Это электронная книга. Четыре. И все бы хорошо, если бы не пару довольно значительных недостатков, которые, может быть, мы и простили бы Apple, но не после заявления, что наши самые совершенные технологии в революционном устройстве на грани фантастики по невероятной цене. Как же так? Лучше устройство для интернет и без камеры? А как же любимый всеми Skype видеочат, без которого даже моя мама уже не представляет жизнь? Огромный минус. А главное, непонятно почему. Тем более, что разработчики, тестирующие обновленную операционку iPhone OS 3.2, обнаружили, что система поддерживает функцию камеры при ее полном отсутствии у самого девайса. Да на самом девайсе явно виден просвет для камеры, но, увы, там только световой сенсор. Будем надеяться, что следующее поколение iPad выйдет с камерой. Два серьезных минуса iPad унаследовал от своего старшего или младшего брата iPhone. Во-первых, iPad не поддерживает Flash. Adobe и Apple все-таки не договорились. Apple прикрывается расходом батареи, мол, Flash использует слишком много ресурсов процессора, что значительно увеличивает потребление энергии и намного уменьшает жизнь батареи. Adobe же заявляет, что никаких технических препятствий для внедрения Flash нет. Хотя, наверное, все пользователи маков хоть раз сталкивались с техническими проблемами, связанными со Flash. Так что неудивительно, что перфекционист Стив Джабс не полюбил Flash. Хорошие новости, что в связи с этим все больше и больше сайтов осваивают HTML5. Во-вторых, пока iPad не мультитаскин девайс, что означает, что вы можете работать только в одном приложении в данное время. Не считая, конечно, родных Apple программ, как iPod и Safari. Но 8 апреля Apple показали новую операционку для мобильных девайсов iPhone 4.0, которая выходит этим летом и поддерживает мультитаскин. В общем, я вижу будущее у iPad, принимая во внимание довольно приемлемую цену, начиная от 500 долларов США в Штатах и, к сожалению, в два раза больше в России. И если бы только были камера, Flash и мультитаскин, iPad был бы идеальным многофункциональным гаджетом. А пока я лично подожду до выхода следующего поколения iPad. Ну а такие фанаты Apple, как Паша, готовьте ваши копилки. iPad выходит в продаже во всем мире уже в мае. Ну и напоследок бонус для самых любопытных гиков. В наших шоу-нотс вы найдете ссылку на лекцию кандидата наук про нафмистре о фантастическом гаджете, над которым он работает в Массачусетском технологическом институте, и который в будущем призван стереть границы между цифровым и реальными мирами. Хочу заметить, что эта лекция – часть проекта TED. И к моей великой радости, большинство лекций на TED.com теперь доступны с русскими титрами. TED – это ежегодная конференция, проводившаяся с 1984 года в США, миссия которой состоит в распространении уникальных идей на самые разнообразные темы – наука, искусство, дизайн, политика, культура и бизнес, глобальные проблемы, технологии и развлечения. И если интересно, напишите мне, и я составлю список моих любимых лекций, многие из которых не только, вероятно, интересные и познавательные, но и вдохновляющие. В заключении хочу заверить всех наших зрителей, что Гиг Спутник будет продолжать радовать вас, но, к сожалению, не так часто, как бы и вам, и нам хотелось. Дело в том, что этой весной я, наконец-то, заканчиваю универ, и свое последнее лето детства я планирую провести в родном городе Волжском. Вернусь в каникул только в июле, зато наша следующая встреча будет еще более долгожданной. и сладкой.